Я не думал, что есть место, где можно быть по-настоящему свободным, парить как птица в небе, ощущать мир и искреннюю радость в сердце и встречать рассвет с первыми лучами солнца. Кто был потерян, рождается заново, последний становится первым, когда его огонь наполняет тебя. Ты уже не можешь быть прежним. Достигай поколения, твори историю, утверждай его царство, зажигай огонь пробуждения. Будь тем, кем ты являешься от начала. Божья воля принести свободу во все сферы нашей жизни. И я буду сегодня продолжать говорить на тему, кто такая женщина. Вот если в нашей жизни не будет смирения, мы не будем меняться. Или почему многие люди не меняются? Они не смиряются. Но Писание говорит, что Он принял наш образ, Бог принял наш образ, а мы должны принять чей образ? Его образ! Вы понимаете? И Бог говорит, ну, если ты будешь понимать, как я понимаю, мы идем вместе. Мы друзья, правда? И все у тебя получится. Но когда ты хочешь делать по-своему, значит, ты что? Ты не согласен со мной. С кем? С самим Богом. Ты говоришь, а я вот по-своему буду делать. А вот я не хочу смиряться, а вот я не хочу прощать, а я не хочу любять, я не хочу, чтобы кто-то был выше меня, и так далее, и так далее. И получается, что этим самым ты отвергаешь Бога. Ты даже не говоришь напрямую, я отвергаю Бога, но когда ты отвергаешь то, что говорит тебе Бог, по сути дела, ты отвергаешь самого Бога. А это уже серьезная проблема. Итак, мы помним, что когда Господь создал человека, Он поселил его где? В Едемском саду. В Едемском саду. И слово сад, оно, конечно же, имеет такое позитивное для нас понимание, там красиво, там то, там все, там, да? Он не поселил его в пещере, слава Богу, да? Он не поселил его где там еще? В пустыне не поселил его, да? Это мы сами часто живем в пустыне. Он поселил его и поселил его в саду. Аллилуйя! Знаешь, как Бог позаботился, чтобы было самое лучшее место? Самое красивое, самое прекрасное. И для чего написано? Чтобы возделывать этот сад и хранить его. И ты знаешь, вот слово сад, оно по-разному там траккуется, переводится. Это может быть и твоя жизнь. Это может быть и твоя семья. Где тебя поселил Господь? В семье, правда? Но что мы делаем в семье? Чем мы занимаемся в семье? Какие у нас роли в семье? Помните, в прошлый раз мы говорили роль мужчины, роль женщины, да? Кто должен это, кто должен вот это? И когда, опять же, нет понимания роли мужчины и женщины, все что? Все исковеркано. Все не так получается. И поэтому дом – это уже не райское место любви, а это место боевых действий, может быть. Это место сражения, это место злости, там ненависти. Но не так хотел Бог, правда? Он не хотел этого. Но он сказал, что мы должны возделывать наше отношение любви. И мы должны хранить это, да? Возделывать и охранять. Потому что, когда ты что-то делаешь правильное, будь уверен, что враг, он туда придет. Ведь он не только пришел в Едемский сад. Враг в ваш дом тоже приходит, наверное, да? Ну, он не приходит, а постучался, кто? Это мистер дьявол. О, заходите, мистер дьявол. Как вы поживаете? Какие у вас планы? Украсть, убейте, погубейте, как вы хотели. И ты говоришь, о, добро пожаловать, добро пожаловать. Меня давно никто не убивал, не обворовал, не губил. Я так ждал вашего прихода. Слава Богу, ты пришел, да? Нет, мы так не говорим. Но ты знаешь, он все равно приходит. Он приходит, он приходит. Он ищет возможность, чтобы прийти через что? Опять же, через гордость, через непослушание, через неверие, через страхи и так далее, и так далее. То есть эти двери открываются. И поэтому он сказал, ты должен, что? Ты должен возделывать отношения, над ними надо трудиться. Аллилуйя. И отношения нужно еще что? Охранять. Охранять от врага. Аминь. Охранять от ненависти, от злости, от зависти, от ревности и так далее, и так далее. Поэтому первые люди обычно ничего не возделывают, они ничего не изучают, они ничего не понимают, как жить в семье, как мужчина, какая женщина, какие идеи. Они просто живут там, и у них куча проблем, и с этими проблемами они ничего не делают. Вы знаете, я знаю людей, они смотрят, они слушают, но только не то, что им нужно. И они начинают там то. Я говорю, слушай, вот это помогает тебе и твоей семье? Нет, не помогает. А зачем ты это слушаешь и смотришь? Ну это же интересно. А зачем тебе то, что тебе не нужно? Вы понимаете, люди тратят количество времени, сил, денег на то, что им по сути не нужно. Это не делает их счастливыми, это не делает счастливыми их семью, их детей. Но на это они готовы тратить свое время и свои ресурсы. И это о чем говорит? О недостатке ума, правда? Или нет? Или о великой мудрости это говорит? Поэтому порой человеку нужно признаться в своем скудаумии, что да, я недалекий, потому что я иду не туда, куда нужно. Я трачу себя не на то, что нужно. Это мне абсолютно не поможет. В моей семье, в моих отношениях это не играет никакой роли, а может быть даже все ухудшает. Но тебе нужно возделывать свой сад. Аллилуйя, тебе нужно охранять свой сад. Заниматься этим постоянно написано. То, что делает счастливым твоего супруга, сделает счастливым тебя. Но если твоя жена несчастная или твой муж несчастен, твой дом никогда не станет счастливым. Ты хоть замолись за него. Понимаешь, как он станет счастливым, когда ты делаешь все наоборот? Вот, написано, мудрая жена, что она делает? Алло, не слышу. Она что-то делает для этого, правда? А глупая? Она разрушает. И также муж, мудрый муж, он устрояет свой дом, а глупый муж разрушает. Это же не только женщин касается, правда? Здесь просто говорится о влиянии. Как один влияет, как другой влияет. Вот, поэтому мы любим читать притчи 31-ю. Все любят женщины? Мужчины тоже любят. Там написано, кто найдет добродетельную жену? А что, она где-то валяется? Говорит, поискал, поискал, не нашел. Одни недобродетельные. Но, ты знаешь, могу сказать, что жена может стать добродетельной, правда? Если она будет вместе с Богом, она будет слушаться Бога, в ней будет отображаться Бог, она будет добродетельной. И то же самое касается мужа. Аминь. Потому что без Бога мы недобры, мы все злые. На самом деле люди очень злые. Вы знаете об этом? О, я такой добрый. Ну, подожди. Стоит у тебя что-то забрать, стоит тебе что-то сказать плохое, и твоя реакция будет мгновенна. И где вся твоя доброта тогда ушла? Но Бог, Он всегда благ. Аллилуйя. Вот поэтому добродетельность, да, добродетельность, да, это прекрасно. Цена ее выше жемчугов. Уверена в ней сердце мужа. И он не останется без прибытка. Представляешь, вот, ну, кто-то хочет наследство, кто-то хочет там сокровища. А здесь говорится, что жена может быть этим сокровищем. Она, аминь, аминь. Она может быть сокровищем. И она может быть и не сокровищем. Но вот здесь написано, какая жена сокровища? Добродетельная. Добродетельная. Смотрите, она какая хорошая. Потому что у ней будет прибыток. Она воздаст ему добром, а не злом во все дни жизни своей. Женщина-мечта. Женщина-мечта. Она во все дни, понимаете? Но вы думаете, это автоматически произойдет? О, тебе повезло, там у тебя такая жена. О, тебе повезло, у тебя такой муж. Ты знаешь, если над собой работать, тебе тоже повезет. А если ничего не делать, тебе тоже не повезет. Потому что мудрость, она устрояет, а глупость, она разрушает. Порой мы не хотим признаться себе, что мы глупы. По часу очень глупы. И не видим очевидного, и не хотим меняться. Но мудрость, она зовет, написано в притчах, она зовет, говорит, иди, иди, послушай, иди, почитай, иди, вникни в это. Слава Богу. И когда есть понимание друг друга, тогда и жена прекрасна, и муж ее известен у ворота, он сидит со старейшинами, не с обутыльниками там, да? То есть это место власти, и крепость, и красота, одежда ее. И весело смотрит она в будущее, да? Она человек веры, то есть она ходит с Богом. Просто ты просто так не можешь в будущее смотреть весело. Послушай новости. У тебя сразу будет черное, такое страшное будущее. Посмотри фильмы фантастические, о каком будущем они говорят. Какие-то уроды ходят, какие-то мутанты, какие-то, ну, то есть такое будущее, думаешь, не дай Бог в этом будущем оказаться. Но, когда ты ходишь с Богом, у тебя другое будущее. Слава Богу! Аллилуйя! Она весело смотрит будущее. У нее есть духовный оптимизм. Почему? Потому что у нее есть отношение с Богом. Уста свои открывает, как? С мудростью. С мудростью. Друзья, видите, опять мы говорим мудрость, мудрость, мудрость. Это какая мудрость? Это Божья мудрость. И мы поговорим о Божьей мудрости, потому что, да, какие главные вещи, да, для женщин, какие главные вещи для мужчины. То есть мудрый человек, он не будет говорить неправильного. И если мы знаем, например, что там, как бы забегая вперед, вспоминая, что было, написано, что жена что должна делать, обычно написано. В оригинальном смысле написано, она его уважает. Она его почитает. Она его ценит. Она его любит. Она его обожает. Почитайте, что, какое слово уважает. Там, знаете, сколько выйдет из этого слова уважать? Почитать. И поэтому, что делает мудрая жена? Какие слова из нее исходят? Ты опять припорься, балбес. Ты такой, сякой ты. Да, потому что у многих женщин наоборот, у них только один негатив, негатив. И что, и что тогда это делает? Что это делает? Наставляет это? И кроткое наставление на языке ее. Мечта мужчины, наверное, да? Кроткое, кроткое наставление. То есть, не такое прям, знаешь, он командир, и она командир, ему приказы. Так, тебе сегодня приказ на кухню, тебе приказ туда, тебе приказ сюда. Вы знаете, люди не любят приказов. Вы любите, когда он приказы отдает? Ну, так же проще, правда? Отдал приказ, и все. И все, и ты должен сказать. Есть, товарищ командир, на кухню, так и на кухню, картошку чистить, так картошку, да? Полы мыть, так полы. Но нет же, написано, что она это как делает? С мудростью и кроткое наставление на языке ее. Это для кого написано? И как бы подводим такое резюме. Миловидность обманчива, красота суетна. То есть, через несколько лет, да, у нас облик меняется у всех. Вот посмотришь на себя 11, 20, 30, сколько лет назад, и думаешь, это я, Господи, или это не я. Это другой человек какой-то, да? Но, смотрите, но. Но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. Видите, то есть, без отношений с Богом никто из нас не изменится. Никто не смирится. Никто, понимаете, никто. Но, если ты с Господом, любишь Бога, что тогда? Все возможно. Аминь. Вот немножко коснемся мужчин. Мужчины, вот, да, кто такие мужчины? Ну, опять же, Псалом 1 говорит о мужчине каком? Который тоже боится Господа, правда? И он благословенный, у него все хорошо, и там все замечательно. И мы тогда можем подвести то, что вот если люди действительно, они знают Бога, они ходят с Богом, их жизнь будет что? Отличаться. Написано не так, нечестивые. Правда? То есть, у нечестивых все по-другому, поэтому не надо это смотреть. Бог создал мужчину как кого? Как главу мы говорили, да? Он отвечает. Даже если виновата жена, отвечает кто? Муж. Мы не читаем, что всегда, что вот это Ева, это Ева, а кто отвечает-то? Отвечает Адам, друзья. Поэтому кто-то хочет быть главным, кто-то не хочет быть главным. Но главным он будет отвечать, правда? И поэтому муж, он как источник, потому что вот слово источник, оно тоже идет от слова отец, муж, он также отец детей и так далее. То есть, муж, он создан таким образом, чтобы что делать? Давать. Давать любовь, давать защиту, да? Давать мир. Ну, ничего такого плохого не давать, только хорошее, правда? И когда муж, он понимает, мужчина понимает, каким он должен быть, и он в это верит, и он именно исполняет свое предназначение, тогда и жена что? Получает только что? Что она получает? Хорошее, правда? Доброе. Поэтому мы должны понимать, мы должны понимать, как, даже как давать любовь. Сегодня, кстати, на супружеском курсе я буду подробно говорить о пяти языках любви. Ну, многие, наверное, читали эту книгу, но многие ее читали, но также они ее не что? Не применяют. Вы знаете, многие люди, они много чего читали, но мало что используют в своей жизни. И вот, знаете, готовясь к этим занятиям, я ее снова тоже перечитал, и снова там, как бы, увидел много чего мне надо поменять, и что надо сделать так, и надо сделать вот так. Почему? Потому что, когда мы что-то снова, как бы, обновляем, у нас, получается, через каждое время какие-то вещи нам всегда надо обновлять. Нам нужно их освежать. И даже если ты где-то слышал, ты их знал, то когда ты снова что-то перечитываешь, и вникаешь в это, и вникаешь в это и в себя, ты понимаешь, что да, нет, как говорится, пределу совершенства. И поэтому это очень хорошая книга, мы будем подробно там разговаривать и рассуждать и так далее, и так далее. Вот. Но почему я об этом сказал? Потому что даже любить можно неправильно. Вот вроде бы там разные примеры в этой книге есть, если вы читали, можете вспомнить. Вроде бы там муж там что-то старался сделать для жены хорошее, а жена это не принимала. Почему? Но это был не ее язык любви. И он разочаровался, и огорчался. Ну вот я и вот это, и вот это, а вот ей это не надо. Так в том-то и дело. Надо знать, что ей надо. Аллилуйя, правда? А жене нужно знать, что ему надо. И когда они говорят, ну, на понятных друг для друга языках, они понимают друг друга. У них есть взаимопонимание. И поэтому даже любить можно неправильно. Что-то делать хорошее тоже неправильно. И думаешь, ну как еще, ну что? А вот ты разберись, как правильно. А ты вот найди этот язык любви, да? Потому что ты знаешь, вот, конечно, вот слово язык, оно говорит о том, что есть понятно. Если бы я вам говорил там на японском, на китайском или еще на каком-то, как бы я ни старался бы, и вы бы ничего не поняли. А я бы старался. Я бы сильно старался, да? Но, когда я говорю на понятном языке, нам понятно. И поэтому вот эти языки, которые Бог говорит, вы должны понять эти языки, что нужно мужчине, что нужно женщине. Когда это понятно, и вы это применяете в своей жизни, у вас тогда что? Взаимопонимание. Аллилуйя! А когда есть взаимопонимание, тогда есть счастье. Счастье, да? Вот, поэтому Бог так создал женщину и так создал мужчину, да, что женщина, она принимает любовь. Она принимает, она как бы так создано, что она принимающая сторона. А мужчина что? Дающая сторона. И вот смотри, что ты даешь. А то обратно получишь другое. Ведь написано, что посеет человек, то и пожнет. Что он дает принимающей стороне? Это принимающая сторона отдаст ему. Причем отдаст не в единождом количестве, а порой и в 30, и в 60, и во сколько раз может дать. Поэтому надо очень внимательно смотреть, что же мужчина дает женщине. Вот если он дает любовь, правильно причем дает любовь, еще раз подчеркну, понимая ее язык любви, он получит много любви. Потому что все, что женщина получает, она автоматически умножает. Она умножает. Потому что как Еву звали? Как ее звали? Дающая жизнь. Она дает жизнь. Она может дать жизнь и хорошему, я вам скажу, и плохому тоже. Потому что очень важно, что вы даете, и что вы получите обратно. Знаете, она как та добрая почва, что ты в нее посеешь, что там вырастет. И не случайно поэтому, знаете, в Ефесянах апостол Павел пишет три раза мужья любите своих жен, мужья любите своих жен, мужья любите своих жен. Интересно, что не написано ни разу жены любите своих мужей. Вот когда вы читали, вы обращали внимание, почему? Почему так, почему так, казалось бы, почему так несправедливо? Почему? У вас были какие-то мысли? Почему Бог просто заставляет мужчину любить? Он три раза говорит, любите, любите, любите. Не случайно. Не случайно. Почему? Потому что женщине нужна любовь. Говорит, до тебя дошло? Не дошло. До тебя дошло? Опять. До тебя дошло? Когда же до тебя дойдет? И поэтому он повторяет, 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 повторяет. Дошло? Но вроде бы что-то стало там проясняться немножко, да? Теперь ты должен понять, как, что она понимает под словом «любовь». Потому что то, что ты понимаешь под словом «любовь», она не понимает это под словом «любовь», да? Я вам рассказывал про рыбалку, потому что ты можешь как бы что-то давать, рыбачить, но не ловит, не клюет. Почему? А ей это не нужно. У ней другой язык любви. Я вам рассказывал, пока мы не посадили мушку, рыба не ловилась. Вот вроде бы ты даешь, а не то. Поэтому здесь нужна мудрость. Знать, что нужно еще давать. Мужчина, аминь, скажите. Вот. И поэтому здесь апостол Павел нам и говорит, 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 говорит. И знаете, что еще интересно он говорит? «Так да каждый из вас долюбит свою жену». Он всегда пишет «свою жену», поэтому не смотри на жену-соседа. «Так да каждый из вас долюбит свою жену, как самого себя». Вот интересно, интересно. он говорит, что насколько ты хорошо относишься к своей жене, настолько, значит, хорошо ты относишься и к тебе. Это, казалось бы, так просто. Куда еще проще, да? Тогда подумаешь, чтобы ей было хорошо. Значит, и тебе будет хорошо. Но если ты не думаешь, чтобы ей было хорошо, как тебе тогда будет хорошо? Совсем нехорошо будет. Это такие простые истины, да? Простые истины же. Очень простые. Вот. И поэтому, поэтому написано, что любовь, что она не ищет своего. А кого? От чего она ищет? Она ищет то, что нужно его супругу или супруге. Правда? Вот что она ищет, вот что она должна понять. И когда она это понимает, она дает то, что нужно. Скажи, то, что нужно. Вот. А что нужно мужчинам? Что Библия говорит, что нужно мужчинам? Уважение. Уважение, друзья, уважение. Мужчина без уважения, не мужчина. Поэтому там, там написано, да, почитайте, уважайте, уважайте, почитайте, почитайте, уважайте, цените их, да? И когда вы даете мужчине то, что ему нужно, он нормальный мужчина. Он становится нормальным, потому что он получает то, что ему нужно. И тогда вы получаете, что вам нужно. И тогда у вас совет да любовь. Аминь. Но когда один не дает, другой не дает, или дает, но не то, что надо, что происходит? Бардак называется происходит. Ничего хорошего. Вот, поэтому, друзья, мы должны сегодня запомнить, что Бог сказал мужьям. Прежде всего, помните, как Иисус сказал? Прежде всего. Что прежде всего должен делать мужчина? Любить своих жен. Как любить? Это мы на супроводческом курсе объясняем, как любить. Здесь мы все не рассказываем. А там мы все рассказываем. Поэтому прежде всего он говорит, любите своих жен. И делайте это правильно. А женам он что говорит? Уважайте своих мужчин. Правда? Вы здесь, нет? Я даже хочу вам расширенной версии. Я люблю расширенные версии. Потому что когда вот написано, мужья любите, ну, как бы, ну, любите, как вот, как что, как любите? Как шашлык любите? Как рыбалку любите? Как машину любите? Как что любите? любите? И вот когда читаешь такие расширенные переводы, там написано, как любите? Вот я жалею, что вот расширенный перевод Библии так и не перевели еще на русский язык, поэтому я читаю и я перевожу. И смотрите, что вот в расширенном переводе написано. Женщина, замечайте, вот какие тут слова. мужья любите. И идет перечисление как? Будьте нежными, ласковыми, благожелательными, ободряющими. не будьте к ним суровы. у нас написано. Что значит не будьте суровы? А это значит не будьте грубыми, резкими, раздражительными, возмущенными, обидчивыми, презрительными. И все одно слово суровы. Вот как-то, да, суровы, ну, суровы, суровы. Суровая зима у нас, суровый климат, да? Не будьте холодными, да? А когда вот расширено, ты вдруг, о, ты думаешь, о, смотри, как много в этом слове для сердца женского есть, да? Да? То есть любите, не будьте суровы, тут, ого себе, сколько тут можно, так сказать, разойтись и размахнуться. И вот это означает, что женщины понимают за словом что? Любите. И не будьте к ним как? Суровы. Там написано, жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как Христос глава церкви. Но как церковь повинуется Христу, так и жены по своим мужьям. Жена, да, боится, да, там уважает, почитает. Вот. И смотрите, когда мы как бы вот начинаем вникать в себя, опять же, да, в себя, и куда еще? И в Писание приходит спасение нашему дому. Спасение приходит нам от кого? Прежде всего даже от самих себя. То есть вот мы вот такие, вдруг мы видим, а он нам нужно быть вот такими оказываться. И слово, что такое слово «уважать»? Давайте я вам тоже прочитаю слово «уважать». Ну, как бы понятно уважать, но когда ты как-то более вот такое делаешь, сервировку, кажется, что это такое слово вообще удивительное и прекрасное. признавать достоинство, иметь высокое мнение. Это сейчас вы о муже. Представляете, о чем я сейчас говорю? Вы представили своего мужа? Как говорит, не влазит в голову вот эти слова и муж. Давай, давай, учиться. Потому что этому надо учиться, правда? Вот, иметь высокое мнение, почитать, ценить, признавать, любить, обожать. А? Как здорово? Или нет? Аминь, одна женщина сказала, слава Богу. Остальные еще никак не могут вместить. Знаете, это надо, да, прокручивать не один раз. Над этим надо возделывать сад, друзья. Там, знаете, сколько бурелома в этом саду? Знаете, там сколько, там даже на сад, может быть, это уже не похоже. Итак, подведем небольшие итоги, да. Что сегодня, что сегодня вы поняли? Вот, кто-то может мне сказать? Что сегодня вы услышали для себя такое радостное, откровение получили, понимание? А? Любите своих жен. Я очень старался, чтобы вот это именно, это дошло для мужчин. Это начало, всех начал. Это, как Иисус сказал, прежде всего ищите Царство Божье. И остальное вам все приложит. Так вы, можно сказать, прежде всего любите своих жен. И остальное, что вы там думаете, оно что? Оно приложится. Аминь. А жены что? Что им можно сказать? Уважайте своих, прежде всего тоже, можно сказать, прежде всего, да. Уважайте своих мужей. И остальное тоже приложится. слава богу слава богу да или не слава богу поэтому может измениться жизнь может измениться семья могут измениться отношения потенциально до любая семья может измениться любые отношения могут измениться зависит прежде всего от кого от нас самих хотим ли мы сами меняться и мы сказали что меняться это значит смиряться правда ну что там где есть смирение там есть господь там где есть смирение там что еще есть возможности и изменения давайте встанем и помолимся о господь слава тебе ты создал нас разными но равными аллилуйя ты создал нас прекрасными и чудесными и поэтому я молюсь чтобы мы все увидели твой совершенный план господь когда ты сотворил человеку написано и создал он мужчину и женщину и благословил их поэтому бог бог любящий благословляющий ибо хочет чтобы мы понимали как же в нашем доме в нашей семье будет что райский сад хотите в райском саду жить уже сейчас никогда там вы попадете на небеса на что ты приходил домой у тебя райский сад аллилуйя слава богу все прекрасно чудесно до мужья любит жен жен уважают мужей дети почитают родителей вау как как здорово да как здорово тогда тогда жизнь что жизнь хороша правда и и жить хорошо и это все хочет господь друзья вот это его воля это его воля благая угодно и что и совершенное мы хотим эту волю мы хотим мы жаждем ее так давайте что же будем делать давайте будем меняться давайте будем узнавать друг друга узнавать языки любви и говорить на этих прекрасных языках и тогда счастье будет вашем доме слава богу дайте воздадим огромную славу и аллилуйя господь ты потрясающий бог ты все дивно сотворил чудно устроил иисус христос пришел чтобы это стало реальностью нашей жизни аминь врагу дайте взгнать радионавтраina в другомhalме extract